Коренные народы Севера до сегодняшнего дня остаются без квот на вылов рыбы. Без квот остался не только Ахинский район, но и большая часть Сахалена. Всего порядка 4 тысяч человек. Глава округа Сергей Гусев встретился с населением Некрасовки, обсуждали меры по выходу из этой ситуации. В регламент по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов внесены изменения. Заявку на квоту 2017 года необходимо было подать до 1 сентября 2016. Что касается Ахинских КМНС, они опоздали. Отвезли пакет заявок ровно 1 сентября, и он не был принят. А ведь для многих из этих людей рыба – основной источник питания и заработка. Людмила Закировна, подавались заявки вообще? Да, подавались заявки. Подавались, да? Ну, только просто Наталья, тогда была у нас председателем гердобных хозяйств, она повезла заявки, но ввиду самолета она опоздала на 1 день и привезла заявки 1 сентября. А заявки подаются до 1 сентября. Эти заявки, вот они все, они у меня. Я их привезла 1 сентября в 9-10, я в СКТУ была. У меня их не приняли, потому что надо было заявки сдать до 1 сентября. Не учитывается, отравился в СКТУ. Там получается, нет, там вообще получается по факту так, вот в самом... Заявки были поданы. В самом, значит, постановлении о заявке, да, там написано, что до 1 сентября отключительно. Почему не приняли эти заявки, тоже вопрос. Сегодня утром вторично мы отправили наше обращение, которое отправляли 23 апреля. Это по поводу плот на вывод водно-геологических ресурсов и по-вашему, по КПНС, и по Ахинцам, по гражданам Ахинского района. По расширению зон любительства и спортивного рыболовства никаких тоже. И что у нас было, что у нас было определено от мыса Татьяны до, ну, здесь вот, по Некрасовке, те же районы нам и оставили, никаких изменений в этом не было. Обещали до конца мая раз на три. Будем надеяться, что будет рассмотрено, и мы не останемся что в выражании, что в МНС, где склон. Что сделано в Ахе, по Ахинскому району. Определено место, это в районе, где вторая бухта, там будет установлено временное строение, где будут продавать лицензии на вывод водно-геологических ресурсов. Ну, это, наверное, места, которые определены Ахинцем, это границы залива Календова, морская часть. В этом районе Ахинцы смогут, если доедут туда, то поймать себе. Глава округа уверил собравшихся, что администрация сделает все возможное, чтобы решить эти вопросы. Первое обращение к губернатору и в правительство области по квотам написано еще в феврале сегодня. Несколько обращений в различные инстанции отправлено, однако они пока без ответа. Несколько обращений в различные инстанции.